265-й наместник апостола Петра в миру Йозеф Алоис Ратцингер был избран на престол 19 апреля 2005 года. Ему было присвоено имя Бенедикт XVI. Это первый кардинал из Германии, которого выбрали Папой Римским. На днях ему исполнилось 83 года. Но пятая годовщина со дня выборов Папы Римского была мрачена всемирным скандалом. Из отчёта проблемы растления несовершеннолетних прихожан, проведённого Джоном Джей из колледжа уголовного права, стало известно о более чем 10 тысячах обвинений в адрес служителей католической церкви. Многие из этих событий произошли десятки лет назад в Швейцарии, Нидерландах, Австрии, в родной для Папы Германии и США, а также в Ирландии. Самого понтифика лично обвиняют в покрывательстве священника-педофила. В 1980 году архиепископ Мюнхенской епархии Йозеф Ратцингер перевёл улечённого в педофилии священника в епархию для прохождения терапии. Однако вместо того, чтобы лечиться, тот практически сразу продолжил служить в церкви, где снова надругался над детьми. Официальный Ватикан эти обвинения отвергает. Некоторые считают, что, несмотря ни на что, Папа Римский вывел церковь из сложной ситуации. «Церковь всегда подвергалась критике, и быть во главе церкви – сложное занятие. Это правда, что последние годы были непростыми. Но мы доверяем Бенедикту во всём». Папа Римский недавно вернулся из своего двухдневного визита на Мальту, где лично встретился с восьмью мужчинами, которые в детстве стали жертвами священников-педофилов. Это первая встреча с тех пор, как стало известно о сексуальном насилии со стороны священнослужителей в разных странах. Корреспондент Рейтер говорит, что необходимы дальнейшие шаги для разрешения этого кризиса. «Он сделал позитивный шаг, встретившись с жертвами сексуального насилия. Это также знак для епископов всего мира. Они должны поговорить с этими людьми и не держать их на расстоянии вытянутой руки, как это делали раньше». Между тем, Ватикан не обнародовал никаких конкретных действий, которые он собирается предпринять для решения данной проблемы.